В студии программа «Наше утро» Юлия Савочина, Дмитрий Солдатов. Спасибо, что это утро встречаете вместе с нами. И сейчас мы переходим к серьезным и важным новостям. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Челябинской области продолжает расти. И по данным на утро 26 ноября суточный прирост составил 252 новых случая. Да, цифра очень большая. И накануне на очередном заседании оперативного штаба о начале вакцинации южноуральцев от COVID-19, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. И первая крупная партия вакцина от коронавируса приедет в регион в начале декабря текущего года. Как она будет распределена и как модернизируют лаборатории, в которых делают анализы ПЦР, мы узнаем прямо сейчас у первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт. Ирина Альфредовна с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ирина Альфредовна, расскажите, пожалуйста, кто в первую очередь получит вакцину от COVID-19? Вероятно, это будут врачи, как мы понимаем? Да, это будут врачи, это будут социальные работники, это будут учителя школ, преподаватели вузов и СУЗов и работники полиции, которые непосредственно общаются с населением. Участковые, работники ГИБДД, поэтому это те группы риска, которые были определены и которые будут провакцинированы. Но, безусловно, это медицинские, социальные работники и наши педагоги в первую очередь. Партия вакцины будет не так велика, как нам хотелось бы. Это 3000 доз, на которые у нас заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Но это, тем не менее, те вакцины, которые смогут предупредить заболевания у тех людей, которые работают в контакте с большими группами граждан. Накануне еще было объявлено о модернизации лабораторий, в которых проводятся исследования на ковид. Означает ли это, что в будущем количество проводимых исследований тоже увеличится? Безусловно, да. Если мы начинали весной с 2000 исследований в сутки, то сегодня это уже 8000. Вы знаете, что сегодня требования, чтобы анализ был готов в течение 48 часов, не более. И, соответственно, уровень тестирования – это 250 на 100 тысяч населения. Сейчас у нас около 200, и мы 200-230, то есть мы хотим выйти на 250 и 300, это совершенно правильно. И поэтому модернизируем в лаборатории. Это и федеральные средства, которые дополнительно управляют на это, и дополнительные деньги, которые выделил недавно губернатор, это 42 миллиона, которые так же модернизируют в лабораториях службы. Ирина Альфредовна, было еще также заявлено об открытии четырех новых поликлиник для пациентов с диагнозом ковид-19. Есть уже информация, где они появятся и в какие сроки будут открыты? Я думаю, что в течение следующей недели мы уже начнем работать. Это поликлиники будут на базе областных больниц 3 и 2. И сейчас город определяется, на базе каких городских поликлиник будет организована амбулаторная помощь больным с ковид-инфекцией. Это то, о чем мы с вами и говорили. И еще месяц назад о том, что люди волнуются, когда идут в поликлинику, понимая, что тест положительный, либо, так сказать, понимая, что там может быть, находиться положительный пациент. Поэтому разведение этих потоков, оно, безусловно, послужит снижению рисков заражения, с одной стороны, и с другой стороны, снижению той социальной напряженности, которая присутствует сегодня в поликлиниках. Ирина Альфредовна, еще такой вопрос. Количество заболевших растет, цифра просто уже начинает шокировать. Идет ли разговор о том, чтобы вновь вводить какие-то тотальные запреты? Уже есть запрет на спортивные массовые мероприятия, если я не ошибаюсь. Может быть, снова всех тотально на удаленку или пока об этом речи нет? Пока об этом речи нет. И мы, в принципе, оцениваем эти цифры. Прежде всего, их рост за счет увеличения тестирования. И поскольку мы его будем наращивать, то и цифры тоже будут возрастать. И это надо иметь в виду, что практически 25% из этого числа – это бессимптомные носители заболевания. Третий из них протекает в достаточно легкой форме, еще плюсом. Ну и где-то около 26% – это уже такие средне-тяжелые пневмонии. И 5% – это тяжелые случаи заболевания. И надо иметь в виду, что тяжелее всего заболевания у нас переносят люди старше 65 лет. А особенно старше 80-ти именно и заболеваемость, и летальность в этой группе достаточно высока. Поэтому здесь, конечно, нам всем надо беречь наших пожилых граждан, наших бабушек, дедушек, максимально ограничивая их от общения и разъясняя, что нужно как можно меньше присутствовать в общественных местах, где вероятен риск заражения этой инфекцией. Но сегодня мы фиксируем, что нет практически заболеваемости среди школьников. Она снижается среди педагогических коллективов и технических сотрудников школ. Мы этот мониторинг тоже ведем каждый день и отслеживаем эту ситуацию. Поэтому сегодня с точки зрения эпид-обстановки она, да, она напряженная, но она достаточно стабильная с точки зрения и прироста, и количества госпитализированных. Более того, мы уже вторую неделю наблюдаем некое снижение по госпитализациям. У нас уже появился свободный коечный фонд в размере 22%. Вы помните, еще полторы недели назад это было только 15%. Безусловно, новая инфекционная больница загружается уже в полном объеме. То есть уже все четыре корпуса у нас с пациентами. Начинали мы только с первого. Поэтому здесь, конечно, определенная динамика в снижении госпитализации, она тоже прослеживается. Будем надеяться, что наши благоразумия и ответственность, они тоже сыграют свою роль именно вот в этой ситуации, когда всем хочется поехать за подарками в магазины, когда всем хочется каких-то праздников и мероприятий. Здесь я еще раз подчеркиваю, что надо быть максимально осторожными, ответственными. Это и масочный режим снижения, и перчатки, если это возможно. Ирина Альфредовна, а вот на прошлой неделе был введен еще ряд ограничений, которые касаются развлекательных заведений, заведений общепита. И были проведены проверки. С какой вообще стороны показали себя вот те заведения, которые были проверены? Заведения показали себя со стороны не совсем ответственного отношения к тем ограничениям, которые были введены. Причем с руководителями этих учреждений была проведена предварительная беседа, где было получено полное понимание и в ответ отсутствие каких-то соблюдения правил и продолжения работы. Поэтому здесь наша позиция достаточно твердая. То есть мы продолжим контрольные мероприятия. Соответственно, будем призывать к снижению тех норм и правил, которые установлены, вплоть до приостановки деятельности предприятия. Поэтому здесь, конечно, тоже всех призываем быть ответственными. То есть никто не ограничивал работу до 23. Это тоже очень важно. Но после 23 заведения должны закрываться. Спасибо большое, Ирина Альфредовна, за то, что побеседовали с нами. Мы напомним, с нами на связи была первая заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Ну вот на хорошей ноте все-таки мы... Надеемся, что скоро этот пик по заболеваемости будет снят. Будет больше выздоровевших, чем заболевших. Ну а сейчас, я думаю, самое время передать слово нашим коллегам из информационной редакции и ведущей программы «Время новостей» Али Согриной.